«Доктор, пожалуйста, я вас умоляю. Ну сделайте же хоть что-нибудь. Я не могу его рожать, я не хочу». Марина задыхалась от слез, сидя в кабинете врача, а гинеколог смотрела на нее полными непонимания глазами, терпеливо дожидаясь, пока у женщины закончится истерика. Но Марина не собиралась останавливаться. Слезы лились у нее из глаз рекой, и она никак не могла успокоиться. Новость о беременности шокировала бедную женщину. Она не ожидала, что так случится. Да, в последнее время она и вправду чувствовала себя как-то странно, но списывала все на переутомление и жуткую усталость. Каково же было ее удивление, когда терапевт из районной поликлиники, к которому она обратилась с жалобами на плохое самочувствие, направила ее к гинекологу. «А это еще зачем?» – спросила Марина. «Я год назад была, со мной все в порядке». «Сходите», – ответила врач. «Лишним не будет. Вы явно ничем не больны, но можете быть беременны. С очень большой долей вероятности вы скоро станете мамой». «Да быть этого не может», – воскликнула Марина. «Вы явно что-то путаете». «Вы сходите, а потом будете утверждать, путаю я или нет», – улыбнулась врач. Марина не видела смысла с ней спорить. Она так надеялась, что беременность не подтвердится. «Да, она просто ошиблась», – думала про себя женщина, сидя в очереди на прием к врачу. Но когда беременность подтвердилась, Марина потеряла дар речи. «Нет, только не это», – воскликнула она спустя несколько минут гробового молчания. «Доктор, неужели ничего нельзя сделать? Сейчас же это все так просто и быстро. Две таблетки, и все в порядке». «Я вас умоляю». «Да, вы правы», – ответила врач. «Сейчас действительно нет никаких проблем с прерыванием. Но только не в вашем случае. Срок слишком большой. Уже даже хирургическое вмешательство не поможет. Это недопустимо». Марина отступать не собиралась и принялась уговаривать врача ей помочь. На что та лишь ухмыльнулась в ответ. «Вы с ума сошли?», – сказала женщина. «Вы предлагаете мне нарушить закон и сесть в тюрьму ради каких-то денег? Да вы шутите? Ни один врач на такое не пойдет. Это безумие. Становитесь на учет. Родите, как все. Ничего страшного с вами не случится. Тем более, что со здоровьем у вас все в полном порядке. Конечно, нужно еще сдать анализы и дождаться результатов. Но я вам и так могу сказать, что вы в отличной форме. Поэтому давайте заканчивайте истерику и приходите на следующий плановый осмотр по графику». Марина была вне себя от злости и негодования. Но не на врача. Действительно, при чем тут она? Да, и правда, что кто же станет нарушать закон из-за чьей-то нелепой глупости? «Какая же я дура», – размышляла про себя Марина. «Как же я могла так вляпаться? И ведь уже не маленькая девочка. Несколько лет как четвертый десяток разменяла, а мозгов защитить себя не хватило». Домой она пришла расстроенная и заплаканная, что сразу же вызвало у матери целую кучу вопросов. Марина и Наталья Сергеевна были очень дружны. Они жили вместе и по сей день. Марина, хоть и была уже достаточно взрослой, не хотела переезжать от мамы. Да и было бы куда. С ее учительской зарплатой накопить на отдельное жилье было нереально. А разменивать вполне пригодную для жизни двушку женщины не хотели. Так и жили. Отчего бы не жить? Наталья Сергеевна тоже работала и вносила свою лепту в семейный бюджет. В квартире всегда было чисто и уютно. Если мать не успевала прибраться, инициативу подхватывала дочь и наоборот. Одним словом, удобно. Конечно, время от времени Наталья Сергеевна сетовала на то, что дочери уже за 30, а она так и не наладила личную жизнь. Но когда вспоминала свою недолгую жизнь с мужем, которая обернулась настоящим адом, закрывала эту тему. Марина относилась к словам матери с пониманием. Она и сама неоднократно задумывалась о семье, особенно в ранней молодости. А сейчас-то уже что об этом говорить. Все коллеги давно женаты. В школе работали сплошные замужние дамы, с которыми Марине было даже нечего обсудить. Разговоры о бытовухе ей были неинтересны, а рассказать о том, как они с мужем ходили в выходные в театр, она не могла. Но это была всего лишь работа, поэтому Марина не придавала особого значения отношениям с коллективом. Ее ценили как хорошего специалиста. И до того момента, как она не забеременела, ее личная жизнь никого не интересовала. Но как только скрыть живот уже было невозможно, пошли слухи до сплетни. Городок небольшой, и такие жизненные ситуации люди ох как любили. Развлечений нет, а языком почесать всегда охота. Да и как тут промолчать-то, когда уже подходит время в декрет уходить? Как не спросить, от кого понесла? Не обращай внимания, успокаивала дочь Наталья Сергеевна. Ничего страшного не произошло. Пусть болтают. Как в народе говорят, на каждый роток не накинешь платок. Да и не нужно этого делать. Нравится им сплетни собирать. На здоровье. Тебе сейчас о ребенке надо думать. Женщина знала, кто отец будущего малыша. И тоже не была в восторге. Насчет Николая она никогда не питала иллюзий. Даже когда по молодости у Марины случился с ним роман, женщина как могла старалась отговорить дочь встречаться с ним. Он же бандит, утверждала она. А знаешь, что с девушками бандитов происходит? У-у-у, это очень страшно. Можешь в такую передрягу попасть, что, мама, не горюй. Потом не отмоешься. Поэтому мой тебе совет. Скажи ему, чтобы отстал от тебя. Он тебе не пара. Если и хочешь с кем встречаться, то найди себе приличного парня. Колькина судьба давно предрешена. Да и играется он вместе со своими дружками. Вот помяни мое слово. Но Марина его любила. И мать не слушала. Николай ей казался сильным и волевым, способным на поступок. А такие мужчины всегда привлекали женщин. Марина не ошиблась. По своей натуре он был именно таким. Николай воспитывала одна мать, которой катастрофически не хватало денег на то, чтобы элементарно покормить сына. И он, как настоящий мужчина, с 16 лет приносил деньги в семью. Сначала работал в одном из местных ларьков, а спустя два года свой бизнес замутил. А ты че? Спрашивал он у Марины, когда они получили аттестаты зрелости. Поступать куда будешь? Да, отвечала она. В местный, на педагогический. Куда же еще-то я могу поступить? А ты, может быть, тоже учиться пойдешь и завяжешь со своими этими ларьками? Это же уже давно не в моде. Еще год-другой и вообще все это запретят. Чем жить-то будешь? Не, Маришка, я так не могу, говорил Николай. Ты что, у меня же мама. Она еще и чувствует себя из ряда вон плохо. Ей бы врачей хороших оплатить, да на лекарства сколько денег уходить будет. Мне зарабатывать надо, еще я жениться хочу. Даже так? Удивилась Марина. А на ком? Если, конечно, не секрет. На тебе, конечно же, глупенькая. Улыбнулся молодой человек. Вот как только на ноги встану и на свою хату денег соберу, так сразу с тобой в ЗАГС и пойдем. Прямо так сразу? Усмехнулась Марина. Ну ладно, ладно, ловлю на слове. Марина была готова пойти против матери и выйти замуж за человека, которого безумно любила. Но спустя несколько месяцев Николай оказался за решеткой. А Наталья Сергеевна категорически запретила дочери общаться с ним. Даже не смей, строго сказала она. Никаких писем на зону и поездок. Оставь эту воровскую романтику для кого-нибудь другого. Найдутся дурочки, поверь мне. Ты у него не одна такая была, я больше чем уверена. Скажи спасибо, что позора избежала, что брюхо не нагуляла. Как дальше бы жила, если бы у вас ребеночек случился? Подумала? Забудь. Юношеская любовь быстро проходит. Я по себе знаю. Встретишь еще. Какие твои годы? Как же тяжело было Марине расстаться со своими грезами. Она так мечтала, что выйдет замуж за Николая, родит ему детей и у них будет дружная и большая семья. И все эти планы рухнули в один миг. Первые несколько месяцев она еще присылала ему письма. Но когда мать случайно наткнулась в почтовом ящике на одной из них и дома случился скандал, Марина перестала писать Николаю. «Он тебе, значит, ответы шлет, да?» Спросила Наталья Сергеевна. «Все-таки переписку ведете? А я тебе сказала, чтобы ты этого не делала. А ты, значит, слушать не собираешься, да?» «Мама, успокойся, пожалуйста», – ответила Марина. «Я всего лишь хотела узнать, что произошло. Понимаешь? Как-то поддержать человека. Это ненормально, когда мы с ним столько времени были вместе, а потом я вдруг исчезну. Ты так не считаешь?» «Я ничего не считаю. А вообще, делай, как знаешь. Только потом не жалуйся». Гнев Натальи Сергеевны оказался сильнее чувств юной и неопытной девушки. Марина заставила себя вычеркнуть Николая из своей жизни. С корнем из сердца вырвала. Как же ей тогда было больно. Марина и представить себе не могла, что ее судьба сложится именно так. Чтобы хоть как-то избавиться от тяжелых мыслей и чувств, она погрузилась в учебу и работу. Николая с тех пор так и не видела. А ведь прошло целых 15 лет. Первые годы после расставания в душе Марины теплилась надежда, что когда-нибудь она случайно встретит его на улице и сможет ему все объяснить. Но этого не случилось. Шли годы, а она так и не смогла никого так же сильно полюбить. Были в жизни Марины мужчины, готовые предложить ей руку и сердце, но это было совсем не то. Ничего у нее не йокало, когда она смотрела на них. И в каждом искала своего Николая, которому так и не решилось прийти, хоть и знала адрес. Она и подумать не могла, что еще когда-нибудь его увидит. А он, оказывается, все эти годы жил с ней в одном городе. Уезжал после зоны, но временно. Не смог прижиться на чужбине, да и вернулся в родные пенаты. По маме безумно скучал, и она по нему тоже. Бедная женщина. Как она только пережила те долгие годы, что сын ее на зоне провел. Даже представить себе невозможно. А Николай большим человеком стал. А Марине все знал, но не хотел возвращаться к прошлому. И если бы не случайная встреча, то никогда бы и не вернулся. «А ты совсем не изменилась?» Задумчиво сказал он, когда столкнулся с женщиной на улице. «Все такая же красивая и строгая. За это я тебя в свое время и полюбил. Давай не будем об этом». Смутилась Марина, которой совершенно не хотелось погружаться в воспоминания о прошлом. Ей было стыдно, что она так с ним поступила. Перестала писать письма, ни разу не приехала. Если бы он спросил у нее, почему, то, вероятно, она бы сквозь землю провалилась. Но Николай ничего не спрашивал. Он рассказывал о себе, и Марина с интересом слушала своего собеседника, ловя себя на мысли о том, что безумно по нему скучала все эти долгие годы разлуки. «А я ведь знаю, как ты живешь», — усмехнулся Николай. «Что учителем стало, работаешь, на хорошем счету. Только вот от Натальи Сергеевны так и не уехала. А может быть, оно и правильно, не знаю даже. Я от матери давно переехал. Сразу же, как бизнес открыл. Первым делом квартиру себе купил, чтобы ее не стеснять. И каждые два-три дня в гости приезжаю, продукты привожу. Можно было бы, конечно, сиделку ей нанять или помощницу какую, но я не хочу. Да и она не хочет. Сам о ней забочусь». Постепенно разговор переходил в откровенную плоскость, и как не хотела Марина, избежать ей этого не удалось. Когда Николай предложил ей поехать к нему и посмотреть его квартиру, она понимала, чем все закончится, но сопротивляться самой себе не могла. «И зачем ты это сделала?» – спросила Наталья Сергеевна, когда дочь ей обо всем рассказала. «Вот не было его в твоей жизни целых пятнадцать лет, и лучше бы никогда больше он в ней не появлялся. А теперь он где? Ищи его, свищи. А ты брюхатая». В молодости избежала этого, Бог миловал. Так в зрелости повторила свою ошибку. «Ничему тебя жизнь не учит. Ничему». Марине слова матери были как ножом по сердцу. Она же вновь ему поверила. А он? Может быть, решил отомстить за молодость? За то, что она бросила его на произвол судьбы как ненужную вещь? Ни разу не написала и не приехала? Все могло быть. Но это было на него не похоже. Зачем ему мстить? Он вполне успешный и состоявшийся в жизни человек. Смог пережить такую трагедию и не опуститься на самое дно. Уж точно месть бывшей возлюбленной не его история. Хотя с другой стороны. Мысли в голове Марины путались, сменяя одна другую, и с каждым днем становились все более мрачными. Она и звонила ему на мобильный, номер которого он предусмотрительно оставил ей, когда провожал до дома после той ночи. Но он не брал трубку, либо был недоступен. Да, она могла бы приехать на ту квартиру, на которую он ее возил, но боялась. Жутко боялась застать его с другой женщиной. Ее визит был бы настолько глупым и нелепым, что она сама бы себе никогда не простила столь опрометчивого поступка. «Как жить-то дальше будешь?» – только и делала, что спрашивала мать. «Уже решила или еще нет?» «Конечно, я помогу тебе с ребенком. Но ты должна понимать, что я тоже работаю и на пенсию пока что не собираюсь. Мне еще рано. Я не такая старая и немощная. Да и деньги нужны. Ты себе даже не представляешь, сколько денег нужно на ребенка. У тебя детей никогда не было». «Спасибо, что напомнила», – подумала про себя Марина. «А то можно подумать, что я не знаю о том, что у меня детей никогда не было». Она жутко злилась и ненавидела себя. И всех вокруг. Если бы она только узнала раньше, то ни за что бы не оставила этого ребенка. Куда ей? Да некуда. И никому они не нужны. Ни она, ни ее сын. Так прошло несколько месяцев, которые пролетели словно один день. Марина продолжала ходить на работу и слушать за своей спиной нелицеприятные шутки и сплетни. Вот, казалось бы, взрослые люди, педагоги с высшим образованием, а все туда же. Видимо, смеяться над чужим пузом – это в крови у людей, и неважно, умные они или глупые, образованные или неучи. Если предоставляется возможность поглумиться над чужой бедой, они обязательно ею воспользуются и глазом не моргнут. Марина больше не ждала от жизни ничего хорошего. Не таким она себе представляла счастье материнства. Одно и без мужа, и без поддержки поставить на ноги сына будет очень сложно. Она уже знала, что будет мальчик, но даже имя ему не придумала. Ничего в голову не шло. «Может быть, Гена?» спросила Наталья Сергеевна. «Хорошее имя?» «Да уж», – фыркнула Марина. «В честь отца, которого я ни разу в жизни не видела. Только когда еще под стол пешком ходила, но я этого даже не помню. Видимо, судьба у нас с тобой, мам, такая, плодить безотцовщину». «Да ладно тебе», – как могла подбадривала дочь Наталья Сергеевна. «Прямо-таки судьба, скажешь тоже. Ерунда это все. Это в наше время еще позорно было рожать без мужа. А сейчас?» «Многие женщины, наоборот, рожают для себя, и никто им не нужен. Так и говорят, зачем мне лишняя обуза и обязательства? Поколение такое. Может быть, они и правы. Не знаю. Не бери ты в голову, раз уж так случилось, то уже случилось». Наталья Сергеевна успокоилась и перестала выговаривать дочери за беременность. Отчасти она была даже рада тому, что у нее будет внук. Когда бы ей еще представилась такая возможность стать бабушкой? Замуж выйти Маринка так и не исподобилась, да и в дальнейшем неизвестно, стала бы она с кем связывать свою судьбу. А тут все-таки внук родится. Пусть и безотцовщина, но ей-то он родной. А вот Марина не верила ни во что. В ее душе осталась огромная рана. Она и подумать не могла, что все так обернется. И дернул же меня черт пойти на поводу у старых чувств. С горечью размышляла она про себя. Какая же я дура. Она вновь и вновь возвращалась к своим тяжелым мыслям, которые буквально преследовали ее по пятам. Как бы она ни хотела, избавиться от них она не могла. Женщина вспоминала Николая и прокручивала в голове сказанные им слова, которые оказались ложью. «Балабол», — со злостью размышляла она. Ни за что бы не оставила этого ребенка, если бы вовремя о нем узнала. Ни за что. А срок неумолимо увеличивался. «Тебе уже скоро рожать», — сказала Наталья Сергеевна, наблюдая за дочерью, которая уже целый месяц сидела дома и с трудом переставляла ноги. К счастью, хоть в школе вошли в ее положение. И сколько бы насмешек и издевок ей не приходилось выслушивать у себя за спиной. Декретный отпуск ей удалось получить раньше положенного срока. «Работала бы в какой-нибудь коммерческой конторе, до последнего дня бы на работу ходила», — отметила Наталья Сергеевна. «А то и рожать бы прямо из офиса поехала. Еще и декретных бы никаких не получила, и хорошо, если бы вообще не уволили». Марина понимала, что мать права, и нужно радоваться хотя бы тому, что она в декрете с голоду не умрет, да и место за ней сохранят, не смогут просто так уволить. Но все это было настолько бытовым и обыденным, что женщина просто не могла заставить себя относиться к этому, как к чему-то из ряда вон выходящему. Мысли ее были далеко от ежедневных повседневных проблем. Она размышляла о будущем своего малыша и никак не могла успокоиться. «Прости меня, маленький мой», — шептала она, поглаживая живот. Внезапно она почувствовала себя настолько виноватой перед беззащитным крохой. Сейчас, когда он уже активно толкался и все чаще давал о себе знать, Марина вдруг осознала, что никогда не сможет себе простить того, что хотела от него избавиться. «Надеюсь, что ты никогда об этом не узнаешь», — продолжала она нашептывать в живот. «Иначе ты тоже вряд ли сможешь меня простить». Ее размышления и монолог прервал внезапный звонок в дверь. «Я открою», — крикнула Марина, выбегая из комнаты. «Давай я», — сказала подбежавшая Наталья Сергеевна. «Все-таки ты с животом». «И что с того?» — спросила женщина. «Беременность не болезнь». В тот момент она пожалела о том, что они так и не установили дверь с глазком. Если бы она увидела, кто стоит на лестничной клетке, то это бы не было бы таким сюрпризом. «Ты?» — прошептала Марина, едва сдерживая слезы. «Ты? Что здесь делаешь?» В тот момент она готова была схватить его за грудки и хорошенько потрясти, но вместо этого начала биться в истерике, колотя руками ему по груди. Недоумевающий мужчина схватил Марину за руки и, крепко обняв, прошел вместе с ней в комнату. «Нам нужно поговорить», — сказал он, давая понять изумленной Наталье Сергеевне, что нужно закрыть дверь с той стороны и дать им побыть наедине. «Если что, я тебя позову», — вмешалась в разговор Марина, которая к тому моменту уже пришла в себя и даже вытерла с лица засохшие слезы. Наталье Сергеевне ничего не оставалось, кроме как удалиться в свою комнату. Все происходящее вызвало у женщины точно такой же шок, как и у дочери. Она поверить не могла в то, что он встал у них на пороге. «Да как ему вообще могло такое в голову прийти?» Возмущалась она про себя. То пришел, то ушел. А Маринка еще по нему слезы льет. Дура. Как была дурой, так ею и осталась. А он сейчас ей лапши на уши навешает, а потом опять куда-нибудь исчезнет. Вот так и будет, как пить дать. Но у Николая были совершенно другие намерения. Как только он увидел живот, сразу же понял, что Марина носит под сердцем его ребенка. Да и даже если бы она не ждала малыша, он не собирался бросать любимую женщину на произвол судьбы. Раз уж так сложилось, что они встретились спустя столько лет, это знак. Они должны быть вместе. И все те долгие годы, которые он провел без нее, были совершенно нелепыми и пустыми. В его жизни не было смысла. И только сейчас она начала его обретать. И он не мог упустить возможность быть рядом с любимой женщиной. Тем более, что совсем скоро на свет появится их общий сын. «Зачем ты приехал?» С упреком спросила Марина. «Где ты был? И почему не брал трубку? Я тебе звонила, пыталась дозвониться, но так и не получила от тебя ответа. А теперь ты вот так вот просто и бесцеремонно заваливаешься ко мне и сидишь тут напротив, улыбаешься во все 32. Как я должна это понимать?» Николаю действительно было очень смешно слушать Марину, которая злилась на него, даже не предполагая, где он был. А мужчина все уже решил тогда, когда они случайно встретились. Он принял решение быть вместе с ней и хотел сделать сюрприз, удивить, поразить, обрадовать. Сделать то, что было в его силах и что он мог себе позволить. А получилось, что он расстроил любимую женщину, ранил ее до глубины души. «Я ездил в другой город», ответил он. «Там я построил для нас большой дом, куда мы сможем переехать в любое время. Я тебе не говорил, но я уже давно живу на два города, бизнес обязывает. Но в том соседнем городе мне нравится гораздо больше, чем здесь. Он давно стал для меня родным. Этот город я тоже безумно люблю. Здесь я родился и вырос. Здесь живет моя мама, которую я регулярно навещаю. Но я бы хотел, чтобы наша семья жила в большом доме, а не в городском многоэтажном муравейнике. В соседнем городе был гораздо больший выбор земельных участков. Да и территориально там лучше. Проблем никаких нет. У меня есть машина. Я и тебе куплю машину. Найму водителя, домработницу, няню. Они будут тебе помогать». «Сюда будем приезжать постоянно и твою маму навещать». «И это ты несколько месяцев был в другом городе?» продолжала допытываться Марина. «Дом, значит, строил, да? Так получается. А позвонить и сообщить мне об этом была не судьба, чтобы я не чувствовала себя одинокой и брошенной?» «Ну, это же все не быстро», оправдывался Николай. «Пока рабочих найдешь, пока материал закупишь. Все же нужно контролировать. Мариша, ну ты же не маленькая, должна понимать». Внезапно Марина почувствовала резкую боль внизу живота, но попыталась от нее отмахнуться. «Что?» «Что такое?» Взволнованно воскликнул Николай. «Нужно срочно вызывать скорую». «Да ничего не нужно», ответила Марина. «Пройдет, мы с тобой еще не договорили». Но боль не проходила, а только усиливалась, и спустя несколько минут на пороге квартиры уже стоял врач скорой помощи. У Марины начались роды. «Это все ты виноват», бубнила Наталья Сергеевна. Она понервничала, и вот результат. Врачи и медсестры перешептывались между собой, искосо поглядывая на мужчину. «Это же он», бормотала медсестра. «Упаси бог, что не так с ребенком будет, он же нас под землю зароет». Николай был достаточно известным человеком в городе. Многие люди знали его в лицо. Не мудрено, бизнесмен такого масштаба не мог остаться незамеченным. «Ну что, папаша, я вас поздравляю», сказал врач, выйдя из операционной спустя несколько часов. «У вас сын родился. Хоть и пораньше срока, но мальчик абсолютно здоровый, крепкий. Можете пройти посмотреть». Николай был вне себя от счастья и сразу же бросился в палату, где Марина кормила новорожденного малыша. «Боже мой!» воскликнул мужчина. «Какой хорошенький». Николай чуть было не расплакался от умиления. Он не мог поверить своему счастью. Сын. У него сын. И это спустя столько лет после того, как он окончательно поставил крест на своей личной жизни. Время летело быстро. Марина была целиком и полностью сосредоточена на малыше. Наталья Сергеевна помогала дочери как могла. В тот период женщинам было совершенно не до переезда. Николай относился к этому с пониманием и не напоминал о том, что они планировали начать обживать большой дом. Переехали только спустя два года, когда малыш подрос. Марина уволилась из школы сразу же после того, как начался декрет. «Может быть, останешься?» спрашивала Наталья Сергеевна. «А вдруг что-нибудь пойдет не так? Или не сложится?» «Мама, ну что может пойти не так?» удивлялась Марина. «У меня теперь муж любимый, дом большой, семья. Зачем я буду получать деньги, если я не собираюсь больше выходить на работу?» «И то правда», согласилась Наталья Сергеевна. «Ладно, поступай, как знаешь». Опасения Марины оказались напрасными. Сын хоть и походил характером на своего отца, но все-таки они были очень разными людьми. Да и Николай уже давно раз и навсегда завязал с прошлой жизнью. Во время одного из разговоров по душам мужчина поведал, жене, как его подставил приятель. «Подвел под статью, а ведь знал, что я сяду. Знал и специально все подстроил», сказал мужчина. Марина почувствовала себя неловко. «Прости меня», прошептала она. «И за то, что ни разу не приехала и что писем не писала. Прости». «Да ладно», отмахнулся Николай, который никогда не держал обиды на Марину. «Что было, то было и давно прошло. А впереди их ждало счастливое семейное будущее, которого они ждали так много лет, хоть и сами боялись признаться себе в том, что безумно скучали друг по другу все эти годы и так и не смогли друг друга забыть, как не старались».